Избежали очень плохого сценария. Так, депутат законодательного собрания Вячеслав Горелов прокомментировал несостоявшийся самороспуск Совета Гагаринского муниципального округа Севастополя. Напомним, в понедельник 7 из 14 районных депутатов сложили свои полномочия. Соответствующие заявления они написали 29 мая. При этом парламентарии утверждали, что приняли решение коллегиально и аргументировали произошедшее с желанием получить расширенные полномочия после возможного принятия поправок в Конституцию. Однако во вторник, 2 июня, Совет Гагаринского муниципалитета Севастополя не смог принять решение о самороспуске. Вячеслав Горелов скептически отнесся к подобным действиям депутатов Гагаринского района. Я считаю, что мы избежали очень плохого сценария, потому что, еще раз говорю, это была бы такая медвежья услуга Михаила Владимировича. Ну кто это придумал на самом деле? Ведь понимаете, что получается, что люди, которые приезжают сюда, ну, скажем так, политехнологи, они щедро наделены идеями товарища Щедровицкого, который говорил все время их и учил такому управляемому конфликту, который они успешно организовывают здесь. Вот это вот один из них. Те объяснения, которые я услышал, ну, это средства массовой информации передавали, какое-то детство просто натуральное. Вячеслав Горелов убежден, избиратели поймут, какой депутат хочет работать на благо города, а кто только обещает. Парламентарий отметил, что в стране за минувшие 30 лет накоплен большой политический опыт, а севастопольцы прекрасно разбираются в политической повестке. Любые выборы должны проходить честно, открыто, в нормальной конкурентной борьбе. Должно быть обсуждение точек зрения, мнений, планов. Люди должны иметь возможность выбора. И не нужно делать людей дураков, прошу прощения за грубость, что они там не разберутся, о чем-то и так далее. И люди разберутся, кто занимается популизмом, а кто реально работает и готов свои идеи воплощать в жизнь. Разберутся. И если то, что произошло в Гагаринском муниципальном округе, в Совете Гагаринского муниципального округа, является некоторой попыткой зачистить политическое пространство, то я считаю, что эта идея действительно таковая была. Это омерзительная идея. Я по-другому назвать ее не могу. Просто не могу. Также Вячеслав Горелов прокомментировал приближающееся голосование по поправкам в Конституцию России. Я, например, собираюсь 1 июля, когда голосование будет проходить, я собираюсь прийти и проголосовать против. Я объясню, почему. Я никого ни к чему не призываю. Но моя позиция следующая. Значит, первое. У меня есть претензии к процедуре. У меня есть претензии к самим поправкам. Я их внимательно все посмотрел. И я увидел, что в итоге мы можем получить документ, который является неконсистентным. Документ, которому будут внутренние противоречия. Претензии к самим поправкам в Конституции России.